МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Национальная идея российского общества – любовь к родине. С этим утверждением абсолютно согласны общественные организации ветеранов. В Самару приехали представители из городов и районов на встречу с губернатором. До прихода в Самарскую область Николая Меркушкина таких встреч не проводилось. Обсуждали самые важные темы – объединение общества, патриотическое воспитание молодежи и вопросы развития региона. Марина Кравцова подведет итоги встречи. Представители ветеранских организаций со всех уголков Самарской области собрались в Доме офицеров, чтобы задать вопросы губернатору. За последние четыре года в регионе в полную силу заработала программа «Жилье для ветеранов». Квартирами обеспечены почти все ветераны. Масштабно стал проходить парад памяти на площади Куйбышева. В торжествах приняли участие сотни тысяч жителей по всей нашей области. Считаю, что нам нельзя понижать эту планку. И при поддержке вас, Николай Иванович, прежде всего, мы торжественно считаем необходимым отпраздновать также и 71-ю годовщину победы. Такой патриотический настрой общества нужно поддерживать, уверены ветераны. На встрече говорили о реализации задач, поставленных президентом и губернатором в своих посланиях. Главной темой стал вопрос консолидации в обществе. Вопросы единения, вопросы знаний, может быть, правильно, своей истории и следования тем принципам, которые когда-то предшествующими поколениями закладывались те основы, которые приводили всегда страну к успеху, к победам. Без всех этих вещей рассчитывать нам на будущие победы, без соответствующего настроя людей, конечно, очень и очень сложно. Воспитание подрастающего поколения, которым активно занимаются и ветеранские организации, ставку делают на спорт. В регионе уже открыли 11 ледовых дворцов, 5 строятся. Больше 250 спортивных площадок появились при школах и во дворах. Будем делать все, чтобы молодежи были условия для занятий спортом. Вырастим мы поколение здоровое, конкурентоспособное, умное, обученное, тогда будет перспектива. Представители общественных организаций отметили положительные изменения, которые происходят в регионе. Мы действительно устали от той жизни, которая продолжалась у нас в течение 20 лет. Мы сами видели, и на эти дороги, и на эти здания, и на эту разрушенную Самару, как говорится, все прекрасно это видели. Сейчас, в настоящий период времени, очень большие изменения, и мы это видим. Те проблемные задачи, которые сегодня стоят перед нами, мы полностью выполним, как единая команда. В этом году исполняется 75 лет, как Куйбышев стал запасной столицей. Эту дату тоже не стоит забывать. Активно привлекать молодежь предлагают и на слет ветеранских организаций и фестиваль патриотической песни, который в августе пройдет на Мострюковских озерах. Марина Кравцова, Дмитрий Мешканцов, События. Самарские ученые в числе лучших в России за разработку химических методов профессор Политехнического университета Виталий Осянин получил президентский грант. Два миллиона рублей ученые направят на исследования, которые, как он считает, помогут создать эффективные лекарственные препараты от многих серьезных болезней. В лаборатории, где творят науку, побывала Алина Чемерес. Против вирусов самарский ноу-хау. Практической наукой молодой доктор-химик Виталий Осянин занимается уже 10 лет. Исследования, за которые профессор и его команда получили президентский грант, стали продолжением докторской диссертации. Новый метод позволил с помощью цепочки химических реакций создать вещества, которые станут незаменимыми прежде всего в медицине. Самое главное, что метод, который мы разрабатываем, он позволит не только нам получать практически важные вещества, но и другим ученым. Просто они воспользуются этим методом. А для чего они эти вещества будут использовать в будущем, ну это уже от них зависит. Главное, что есть метод. Потому что метод – это инструментарий химика. Нет метода – нет вещества. Нет вещества – нет лекарственных препаратов. Президентские гранты вручают докторам наук в возрасте до 40 лет. Это государственная программа поддержки молодых ученых. Кроме самарских химиков, грант получили разработчики еще трех проектов со всей России. Два миллиона, которые выиграла команда Виталия Осянина, в основном пойдут на зарплату ученым и на покупку реагентов. Чувствую значимую ссылку исследований, потому что мы толкаемся локтями со многими ведущими научными группами, потому что в конкуренции работаем. Это китайские коллеги, американские. Статьи, которые мы опубликовали до этого, уже по другим методам, приводящим к новым соединениям, они активно цитируются другими научными коллективами, что является, собственно, показателем признания. Новый метод, говорят ученые, быстрее и эффективнее аналогичных. Более того, экологически безопасен. Авторским способом химикам Политехнического университета уже удалось синтезировать около 30 веществ. Всего за два года, на которые рассчитан грант, планируют получить в 10 раз больше. Эти вещества синтезированы в рамках программы, на которую получили грант. Чтобы создать каждое из них, потратили в среднем неделю. Сейчас их формулы известны, но все это первичные продукты. И им предстоит пройти еще несколько стадий синтеза. А потом, возможно, вещество, полученное из такого вот блестящего розового порошка, станет вакциной от серьезного заболевания. У самарских ученых уже есть первые успехи. Хорошие результаты при работе с вирусами гриппа и герпеса. Через два года Виталий Асянин планирует выиграть еще один грант. На этот раз на исследовании свойств полученных веществ и их биологической активности. Алина Чемерис, Дмитрий Мешканцов, События. Самара может стать кузницей талантов. Народный артист России Константин Хабенский на встрече с главой Самары обсудил возможность открытия новой детской студии творческого развития. Она будет работать в рамках проекта благотворительного фонда. Воспитанники таких студий занимаются бесплатно, участвуют во Всероссийском фестивале «Оперение» и выступают с профессиональными актерами. Когда студия народного артиста откроется в Самаре, узнал наш корреспондент. Константин Хабенский в Самару ехал из Тольятти, где стал одним из главных зрителей первого спектакля Тольяттинской студии творческого развития, которую он же и организовал. В Автоград с гастролями приехали и воспитанники Уфимской студии. Такие творческие лаборатории за пять лет открылись в 11 городах России. Еще одной кузницей талантов может стать Самара. Перспективы открытия народный артист обсудил на встрече с главой Самары. Буквально две недели назад мы собирались с театральными деятелями города, обсуждали о том, что нужно больше театральных студий в городе открывать, поддерживать вообще желания молодых актеров, реализовывать себя на различных творческих площадках. Чем больше, скажем так, людей приобщаются к искусству, чем больше граждан приобщаются к искусству, тем, наверное, быстрее меняется общество. Студия творческого развития не просто театральный кружок. Здесь более основательный подход. Из детей стараются не актеров сделать, а воспитать личность. Это студия творческого развития. Спектакль получается хорошо, не получается. Мы занимаемся другим. Мы не готовим детей для поступления в театральные музы. Мы готовим просто людей, раскрываем тот потенциал, который в них сидит, молодых людей в большую жизнь. Готовим людей, с которыми мы сможем найти общий язык впоследствии. А чем они будут заниматься дальше? Это уже не надо. Я смотрела, естественно, проекты в Питере. Для меня самое главное – вот это человеческое составляющее, то есть оперение, взлет. Понимаете, вот это вот культурное гнездо, да, где люди получают настоящую реальную возможность развития. Для детей занятия в студии бесплатные. А вот средства от концертов и спектаклей, которые ставят воспитанники, идут на благотворительность, на лечение больных раком. Обычно в студии несколько групп для детей разных возрастов. Актеры сама-то, я знаю, что весьма с интересом, когда вы откликнулись на реализацию этого проекта, и готовы тоже подключиться в перспективе уже педагогической деятельности. Пока это только первый этап переговоров. Главный вопрос – помещение, где может расположиться студия. Требования к репетиционным и концертным залам весьма высокие. И это должен быть своеобразный дом для воспитанников, где особая творческая аура – своя душа. Власти Самары готовы поддержать проект и планируют привлечь необходимые ресурсы для его реализации. Марина Кравцова, Станислав Ливин. События. На Московском шоссе сегодня в районе улицы Алма-Атинской произошла крупная авария. Мусоровоз врезался в опору освещения, отчего каменный столб сломался пополам и упал сразу на три машины – «Лада Гранту», «Ниссан» и «ВАЗ-2110», двигавшихся в сторону микрорайона «Крутые ключи». По словам очевидцев, пострадавших нет. Авария моментально спровоцировала пробку. Движение по направлению из города было затруднено. Меж тем не исключено, что это не последнее ЧП, которое может случиться в ближайшие сутки. Самарский гидромедцентр предупреждает о резком ухудшении погодных условий. Вечером, ночью и завтра утром ожидается усиление юго-восточного ветра до 15-18 метров в секунду. Будьте осторожны. В Самаре продолжается аварийно-ямочный ремонт, причем круглосуточно. Всю минувшую ночь ремонтники заливали литым асфальтом дорожные дефекты. Вместе с ними не спала и наша съемочная группа. Этой зимой температурный рекорд был побит на 8 градусов. Такого теплого февраля в регионе не было за всю историю метеонаблюдений. Все это не могло не сказаться на состоянии дорог, и поэтому ямочный ремонт стартовал раньше срока. Начиная с февраля, с самого начала, у нас работало, соответственно, на заливке непосредственно кёхеров, бригад, которая работает с литым асфальтным бетоном, 4 кёхера и 4 бригады подготовки к арту. Значит, со следующей ночи, то есть, получается, со 2-го на 3-е, у нас добавляется еще один кёхер и еще одна бригада. То есть мы нашли в Самаре, можно сказать, частный кёхер, с которым мы включили договор, он также будет работать на дорогу к городу. Бригады работают и днем, и ночью. Отбойный молоток и литой асфальт – это единственные инструменты, которые есть у дорожных служб с учетом времени года и погодных условий. Только так они могут исправить ситуацию на дорогах, которая возникла из-за интенсивного таяния снега. За ночь, в зависимости от погоды, одна бригада способна привести в порядок до 120 квадратных метров асфальта. Перед началом работы мы обрубливаем края ямом, после этого просушиваем и укладываем непосредственно литую асфальтобетонную смесь по температуре в среднем 215 градусов Цельсия. Такая температура непосредственно выпаривает влагу, которая рядышком вообще осталась. Литая смесь застывает примерно за полчаса. В зависимости от погоды заплатки могут продержаться более года. По такой технологии надо восстановить 39 тысяч квадратных метров, из которых 6 тысяч уже готовы. Ремонтники подчеркивают – это временная мера. После того, как установится сухая и теплая погода, дороги начнут чинить картами. Некоторые магистрали будут реконструированы. Андрей Трой, Артем Сулайманов. События. Занять электронную очередь проще, чем потратить весь день в поисках свободного места. С 15 февраля жители Самары могут воспользоваться новой услугой многофункционального центра, а именно подать заявление на зачисление малышей в детский сад. Для этого нужен лишь паспорт родителя и свидетельство о рождении ребенка. За время работы новой услугой воспользовались уже более 15 человек. А в прошлом году в МФЦ обратились более 400 тысяч жителей Самары. В детский сад можно попасть только в определенные дни, вторник, четверг, когда принимает заведующий. Но можно попасть в любое время по графику работы МФЦ. Мы выдаем обращение заявителю, то есть заявление, где прописано, в какие сады он поставил ребенка в очередь. И он в домашних округах может дома зайти через сайт определенный и посмотреть очередность ребенка. Рубль продолжает укрепляться. Ждать ли дальнейшего улучшения выяснил наш экономический обозреватель Андрей Трой. Здравствуйте. Второй день подряд рубль укрепляется. В это, конечно, сложно поверить, но уж вы постарайтесь. А все потому, что стоимость нефти колеблется между 36 и 37 долларами за баррель. Сегодня днем наметился небольшой спад, но вряд ли черное золото пробьет вниз отметку 36 долларов. В результате на 3 марта Центробанк установил курс доллара США на отметке 73 рубля 62 копейки. Курс евро 79 рублей 97 копеек. Ура! Критическая отметка 80 пройдена. Золото стоит 2910 рублей за грамм. Серебро стоит 35 рублей 48 копеек за грамм. По данным Bloomberg, рубль является самой недооцененной валютой среди развитых стран. Если нефть немного подорожает, то укрепление рубля будет очень быстрым. А уроженец Новокуйбышевска, совладелец Новотека и Сибуры Леонид Михельсон возглавил российскую часть 30-го по счету рейтинга мировых миллиардеров, опубликованного Forbes. Правда, в этом году россиян в списке на 11 человек меньше. Состояние Михельсона Forbes оценил в 14,4 миллиарда долларов, и он занимает 60-е место в мире. На сегодня это все. Удачи в делах и хороших доходов. А теперь коротко о других темах дня. В аэропорту Курумыч из-за ухудшения погодных условий задерживаются больше 20 рейсов. Вылететь из Самары вовремя не могут самолеты в Казань, Москву и Тюмень. Еще рейсы из Уфы, Ижевска, Москвы и Тюмени задерживаются с посадкой. Причина – сильный туман и обледенение трассы. На стадионе «Самар-Арена» готовится к монтажу купола. Для этого начали сборку многотонного крана. Его установку планируют завершить 8 марта. После тестирования с его помощью планируется подъем первой части консолей купола стадиона весом 90 тонн. Для управления краном потребуется всего один оператор. В Самаре директор строительной фирмы оставил без квартир 700 дольщиков. По версии следствия, с 2002 по 2013 годы бизнесмен заключал незаконные договоры инвестирования в строительство 8 многоквартирных домов. Для привлечения клиентов намеренно устанавливали стоимость квадратного метра жилья ниже рыночной, а также по нескольку раз продавали одну и ту же квартиру. Ущерб составил 517 миллионов рублей. Сейчас уголовное дело направлено в Самарский районный суд для дальнейшего рассмотрения. На Волге спасли мужчину, провалившегося в промоину. ЧП произошло в Ленинском районе напротив ГРЭС. Мужчина пытался пешком переправиться через Волгу на левый берег. Отошел от правого берега на 300 метров и провалился в воду. Пострадавшего спасли сотрудники поисково-спасательной службы. На улице Старозагора автоледи врезалась в машину из-за перебегавшей дорогу собаки. Животное выбежало на дорогу прямо перед десяткой. Девушка резко затормозила и ее занесло. В итоге она врезалась в машину, которая стояла на полосе встречного движения. В результате аварии никто не пострадал. В мировом кинематографе эта страна занимает больше места, чем на карте. Финское документальное кино показали в Самаре. В рамках культурного обмена продемонстрировали два фильма иностранных режиссеров. Что общего у российского и финского кино выяснила Ольга Морозова. Главный герой документального фильма «Папа любит тебя» – профессиональный боксер. Юси Койвала рассказывает историю своей жизни, которую хочется заслушать до конца. Без лишних эмоций, но очень трогательно. Это кино во многом делает крупный план. Травма глаза, трудное детство, сложный путь на спортивный пьедестал. Каждый раз, выходя на ринг, боксер борется с темными сторонами собственной жизни. Главный герой – типичный финский мужчина. Характер – нордический. Российский и финский кинематограф во многом схожи, считает режиссер картины Нинни Рокоса. Это определенная меланхолия, такая традиция глубоко все обдумывать. Это общая черта финнов и русских. Самая главная проблема во время съемок – главный герой финн и не очень показывает свои чувства. Интерес к документалистике и короткому метру в Финляндии очень высок. В течение года там проходит семь кинофестивалей. Как отметил представитель посольства, в мировой киноиндустрии Финляндия сейчас занимает больше места, чем на карте. Несмотря на близость наших стран, в России финское кино пока смотрят мало. Мне интерес вообще кино, тем более финское диковинка для нас. И присутствие самого режиссера, которому можно задать вопрос. Мы здесь учимся кто на кого, кто на актеров, кто на кинематографистов, кто на операторов. Поэтому, во-первых, посмотреть интересна сама работа в зарубежных авторах. Во-вторых, видеть какие-то тонкости, может быть, их себе присвоить. Ну, то есть, наверное, с профессиональной точки зрения. Ну и со зрительской, конечно. Ну и, конечно, как любое кино, оно должно приносить удовольствие. В Финляндии сейчас маленькие кинотеатры закрываются. Эра пленочного атмосферного кино закончилась. Все захватывает цифровые технологии. Финны были приятно удивлены, что в Самаре удалось сохранить дух старого кинематографа. В кинотеатре художественный. Ольга Морозова, Григорий Пешаков. События. Самарский центр эстетического воспитания детей и молодежи отмечает юбилей. 15 лет в его стенах бесплатно учатся петь, танцевать и играть на инструментах сотни ребят. В честь памятной даты воспитанники центра подготовили большой концерт. Репортаж Лариса Шалафаст. В центре эстетического воспитания занимаются почти 2000 детей со всех районов города. Петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах ребята учатся бесплатно. Руководит центром опытный педагог, учитель года 2013, Любовь Федоровна Шмакова. Для нее каждый ребенок как родной. Я родилась многодетной семье. Нас было 10 детей. И поэтому у меня вот такое отношение. У нас уже мест нет, но мы никому не отказываем. Все приходят, все занимаются. Мы очень рады. Воспитанники центра не раз становились победителями конкурсов различного уровня. Самарский центр вошел в топ-100 лучших школ России. Поздравить Самарский центр эстетического воспитания с юбилеем пришли министр культуры Самарской области Сергей Филиппов и глава Самары Олег Фурсов. Самарское образование находится в надежных руках. У него прекрасное будущее. И кроме учителей и педагогов, которые работают на этом поприще, конечно, особую роль занимают работники системы дополнительного образования. Именно там куются настоящие архитекторы, инженеры, талантливые художники, артисты. Наши дети не только развивают свои творческие способности, они расширяют свой кругозор, приобщаются к патриотической идее, а также лучшим традициям российского народного творчества. Мы с вами не можем себе представить, наверное, ни одного, ни областного, ни городского мероприятия, где бы не участвовали воспитанники, педагоги центра эстетического воспитания. Это богатство и большое богатство нашего самарского края. Такие люди, которые позволяют детей с самого раннего возраста учить и воспитывать на лучших примерах русской отечественной нашей с вами песни. За многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие Самары глава города Олег Фурсов вручил Любови Шмаковой почетную грамоту и нагрудный знак отличия. Лариса Шлафаст, Артем Сулайманов, События. Любимые герои оживают на страницах книг. В городской детской библиотеке прошла акция, посвященная Международному дню чтения. 2016 секунд чтения вслух. Ребята декламировали стихи и прозу признанных авторов и рассказывали о своих игрушках, героях этих произведений. В акции приняла участие и Марианна Мирная. Самолет построим сами. Поднесемся над лесами. Поднесемся над лесами, а потом вернемся к маме. 2016 секунд чтения вслух. Для школьников весьма полезное занятие. В городской детской библиотеке яркое разнообразие интересных и даже уникальных книг. В большинстве из них авторы рассказывают истории через героев, которые становятся игрушками. Я беру и читаю сама, потому что я очень люблю читать книжки. Они мне очень нравятся, эти книжки, потому что там есть всякие хорошие герои и все там остальное. Клоуны, куклы, зайцы и медведи память обо всех книжных героях хранит Ольга Белова. Жительница Самары – коллекционер в третьем поколении. Их семья собирает игрушки многие годы. Есть экземпляры 1920-х, 30-х годов и, конечно, представители середины прошлого века. В каждом времени своя игрушка. В средние века мячик, хотя там были достаточно механические хорошие игрушки. В 20-е годы это любимые игрушки из папье-маше, целлулоидные игрушки в 50-х. В 70-е играли с пластмассовыми куклами. Ну, то есть, свое время, свое воспитание. То есть, игрушка – это часть времени, в котором мы проживем. Педагоги говорят, чтобы ребенок был счастливым, он должен уметь играть, а не читать. Но именно через игрушку он должен прийти к тому, что книга – лучший друг человека. Мариана Мирная, Станислав Левин. События. А теперь пришло время новостей спорта. И я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Мегалада вернула себе титул чемпиона страны по ледовому спидвею. Школьники определили лучшего гольфиста Самары. Журналисты разыграли шахматный приз. В Самаре прошел шахматный турнир среди журналистов и блогеров. Самым быстрым игроком, который сумел правильно принять решение и поставить мат сопернику, оказался Руслан Габдушев, студенческая газета. Второе место у Николая Портнова, а федерация шахмат Самарской области. Бронзовая медаль у Бориса Кобзева, «Самары Гиз». Поздравляем сотрудника нашей телекомпании с заслуженным успехом в журналистском шахматном турнире. А в это время школьный турнир по мини-гольфу определил лучшего самарского снайпера на зеленом газоне. В двух возрастных категориях. 17 школ выставили свои команды на 9 лунок. В итоге первыми финишировали. Владислав Черванев, Ирина Ахмедова, Артем Егерев и Екатерина Рожкова. Третье общекомандное место у 145-й школы, серебро у 117-й. Чемпион Самары по мини-гольфу школа номер 6. В большом спорте самарцы, а точнее тольяттинцы, тоже первые в стране. «Мегалада» выиграла командный чемпионат России по мотогонкам на льду. В Суперлиге автозаводцы взяли уже пятое золото. Первыми в заключительном шестом этапе соревнований была также «Мегалада». В итоге окончательная турнирная таблица в конце сезона оказалась следующей. Серебряные медали у столичного ЦСКА, бронзовые у башкирских мотогонщиков. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Смотрите телеканал Самары Гиз в кабельных сетях города. Читайте нас в Твиттере, скачивайте приложения и смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго. Увидимся. Продолжение следует...